Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Когда человек не чувствует, что он имеет достаточной возможности социальных в жизни. Допустим, нет семьи, нет работы, низкое положение в обществе, одиночество, нет друзей. Всё это означает, что человек не имеет обмена с людьми. То есть нужна доброта к людям. Она проявляется через служение. Скажет, а кому служить, никого нет вокруг. Это всё нарабатывается со временем. Ну то есть сначала нет никого, потом начала заботиться о людях. Они приклеиваются, начинают потихоньку. Чем больше человек заботится о людях, отдает людям, тем выше у него социальное положение, потому что социальное положение — это всего лишь людская энергия. Вот, допустим, бывает машина, у неё большой запас энергии, а бывает маленький. И маленький, она пип-пип-пип-пип едет еле-еле, как бы. Нужно сделать большой запас. У человека возможности большие. То есть, допустим, если женщина очень любит всех, по-доброму ко всем относится, она не может быть одинокой просто в принципе. Потому что женская красота, дающая женщине семью, это доброта к людям. Вот женщина, когда очень активно любит всех людей, активную позицию в этом занимает, она не может быть одинокой. Потому что это привлекает, притягивает мужчин. Они падают с ног, когда видят таких женщин, которые вот всех любят, ово всем заботятся. Точно так же, если человек любит труд, ему нравится работа, не деньги, а работа – это разные вещи. Нравится работа, ему нравится его работа. Он не может быть безработным. Ему нравится делать всё вот это, понимаете? Я сейчас вам рассказываю о разных видах силы. Если человек уважает старших правительства, своих родителей, он не может занимать низкое положение в обществе, потому что его будет тащить вверх судьба, за уши. Уважающий человек всех, его всегда продвигают вверх. Вот, допустим, взять просто цех обычный, да? И человек очень уважительно к начальству относится в цехе, к мастеру. Его сразу же будут поднимать. Почему? Потому что ценный человек, надёжный. Потом увидит уже дальше, начальник производства увидит, что вот такой есть хороший человек. Его дальше поднимают и так далее. Прошло пять лет, и он уже замдиректора завода. Но люди не знают этих энергий всех. Они думают, надо больше работать для того, чтобы высшее положение в обществе было. Нет, нужно просто учиться правильно относиться к людям. Допустим, если человек любит своего отца, то он, таким образом, получает высокий статус в обществе. А если любит мать, то он становится любимчиком людей. Вот мать, если любит человека, его люди любят. А если он отца любит, то он идёт вверх. Отца или старших. Если женщина просто любит людей, не одиночка такая, сидит, мечтает, мечтательная одиночка, это значит, никогда не выйдет замуж. А любит людей, постоянно всех заботится. Вот смотрите, знаки судьбы. Вот женщины все одинокие. Сейчас вам первый знак судьбы, говорю. В тот момент, когда вы почувствуете, что вам и так уже хорошо, что вы всех любите, о всех заботите, вам уже хорошо и одной, в этот момент вы выйдете замуж. Это 100%. То есть вы так сильно заботитесь о всем, что вам хорошо стало среди людей. В тот момент, когда вы почувствуете себя хорошо среди людей, ни один мужик вашу силу женскую выдержать не сможет. Вот когда вам хорошо среди людей, всё. У вас энергетика начинает двигаться, женская, очень радостно, сильно. И как бы, и вам в это время никто уже не нужен. И это значит, что вы кому-то станете нужны. Потому что замуж выходит та девушка, от которой мужчина зависит. Не которая зависит от мужчины, а от которой мужчина зависит. Когда ей хорошо очень жить, то ему будет хуже. Борьба идет всегда за существование, такая между женщиной и мужчиной. Женщина хорошо стала жить, мужчине хуже. Он, давай сюда, давай мне такую, мне. Хочет взять ее замуж. Она уже не сильно парится, она выбирает и этот, хороший и этот. Олег Геннадьевич, кого мне выбрать, она говорит. У меня другая проблема уже. В тот момент, когда человек отдает себя служению старшим, забыл про себя, в этот момент старшие начнут его замечать и уважать. И они по блату начнут его поднимать вверх. Так всегда это бывает. Они будут его выше, выше в положении в обществе у него. Просто он чисто не смотрит, какие там недостатки у старших. А я был вообще руководителем. Вот. А просто вот уважает старших и все. У него природная такая способность уважать старших. Или он развил себе эту способность. Все, его сразу замечают, вот это такой человек нам нужен. А вы бы себе кого взяли? Вот если вы, допустим, набирает людей, неужели бы вы не взяли все, которые вас уважают, подчиняются, верят в вас? Взяли бы такого человека себе? Приблизили бы к себе его? Конечно. Мои хорошие по телефону не разговаривайте. Здесь все выключайте. Будем отвлекаться. Видите, часто мы судьбой называем то, что с судьбой не связано, а связано просто с безграмотностью. Когда человек не знает, как правильно жить, он просто думает, что у него плохая судьба. На самом деле он просто не знает, как правильно жить и все. Точно так же, допустим, чувствуете непреодолимое препятствие какое-то, допустим, судебный процесс там или еще что-то там, муж уходит из семьи. Явный признак того, что судьба плохая. В это время человек не должен оценивать эту судьбу, понимаете? Чем больше человек впирается взглядом в судьбу, тем больше она его засасывает. Некоторые даже спать не могут, постоянно думают о том, что происходит. В это время нужно включиться в деятельность, побеждающую судьбу. Какая это деятельность? Если вы, допустим, неверующий человек, идите просто бегайте где-нибудь, дышите воздухом свежим, мать-земля вам поможет. Человек должен отвлечься от судьбы. Это самое первое, что дает победу. Если вы почувствуете, что вы успокоились, где-то на свежем воздухе, вот у вас уходит близкий человек, а вы успокоились, несмотря на это. Это значит, что вы побеждаете судьбу. Это стопроцентный факт. Просто без всяких сомнений.